Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных, но можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Вот освоение, военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море, да и не только в Чёрном, но и в других регионах, близких к нашим границам. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Несмотря на то, что отношения между Россией и нашими западными партнёрами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на Восток просто были абсолютно проигнорированы. Более того, НАТО инициативно сломало все механизмы диалога. На военную же активность НАТОвцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать. Но главное, в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряжённости отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и всего мира в целом. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Вот представьте себе, да? А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Теперь вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Это, прежде всего, создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Продолжение следует...